Сегодня в Беларуси стартовала акция «Чистый лес», которая в одиннадцатый раз проводится по инициативе Министерства лесной господарки. Во всех регионах республики доброохотники наводят парадок у леса по лосе и допомагают с посадкой новых древ. Сопрационники Аблвыконгама, например, отправились в лесный массив побоишь звездкой Цыкуны Гомельского района. До их долучилась Ганна Коральчук. В першине акция «Чистый лес» была проведена в 2060 году. И за этот час ее удельниками стали десятки тысяч жахаров Беларуси. Зарабить их это вельми просто. Достатково взвернуться в лес с собой любое лесничество и заявить про свое жадание до помахчего наведения парадка у леса. Специалисты собесчат вас всем необходимым инвентаром. С каждым ходом до мероприемства долучается все большая колькость беларусов, и это вельми радует. Основная задача этой акции, вот как я ее вижу, это показать нашему населению, что в лесу есть проблемы. Лес – это, конечно, наше богатство. Но за счет того, что на территории леса образуются несанкционированные свалки, это приводит к тому, что лес нас засоряется, заражается и прекращает развиваться. Поэтому население должно увидеть, что лес – это наше богатство. И совместными усилиями мы должны сохранить чистоту и красоту нашего достояния. В Макеевском лесничестве представители Улады сейчас садят деревы на территории 1,7 гектара. Эта плясовка появилась в вынику рубки спелого леса, который пошел на дальнейшую перепроцовку промысловости. Лесосека сделана в этом году. И все лет же посадки обновляют. Для работы кожному выдают таки специальный инструмент – меч колесова. Будем сручно саджать молодые древы. А в якости посадочного материала обрали одразу две культуры – хвои и борозы. Будет смешанный лес, больше устойливых до хворобы шкодников. Вот этому маленькому садженцу зараза маль год. И только про 7 годов он будет выше нее больше за метр. Рослины привезли с годовальника Гомельского доследного лесгаса. Специалисты говорят, что схема смешанного лесу – 7 родов хвои, 3 борозы – робят посадки больше устойливыми и до ураганов, які в апоштных годах так самым пошкодзили шмадрэв. Их отновление – процесс долгий. А лежит яго залежить, у какой экологии будут жить наши нашчатки. Основная цель акции – это привлечь внимание всех наших людей, общественности, к проблемам леса, к восстановлению, к засорению бытовым мусором, для того, чтобы воспитать людей любовь к лесу и неспособность, или, скажем так, чтобы люди ценили наш этот дом лесной и не засоряли. В этом году мы планируем где-то, что более 7 тысяч человек примет участие в целом по Гомельской области в этой акции. По часу акций у Гомельской области плануют добре упорядковать коляд 400 объектов, высадить больше за 500 тысяч молодых древ и отреставровать 22 места отпочинку. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, Телерадо, компания Гомель.